здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала сегодня будем подготовить копчению засолки засолки сначала к общению карасиков такие карасики грамм по 300 по 400 я уже делал по такому рецепту очень вкусно получается этим рецептом не любезно поделился мой друг так сказать привет тебе игорек игорь с казахстана он там делает карасей вообще бомбически вот по этому рецепту я сейчас буду делать это карась это его рецепт как сказать можно его авторский рецепт нас здесь в регионе как бы не принято карасей коптить вяли там вялены копченые как бы не это не так развито ну и когда я сделал именно поэтому рецепту карасиков все очень оценили очень вкусно сейчас для начала мы его разделаем и я покажу как его солить ну это соответственно весь процесс его так голову сразу удаляем голова здесь не нужно будет головы жабры сразу это удаляет и разделываем по спинке такая бабочка получается все лишнее убираем кишки удаляем икру можно конечно же оставить пожарить ее также засолить все вот это удаляем черную пленочку удаляем вот если будет совсем крупно карась то можно сделать еще надрезы по хребту вот так лишнее все конечно же обрезаем ну и соответственно можно будет промыть все вот этой грязи при обледенной воде такие вот бабочки получаются сейчас разделаем всех остальных и будем делать посолочную смесь так друзья рыбку хоть и говорят именно с этого озера где вот эти карасиков я брал что там озеро чистое типа она не апострахозное но я все равно подстраховываюсь и выморозил рыбку все равно я выморозил в течение двое суток она мне вымораживалась при температуре минус двадцать пять все потом разморозил в холодильнике можно сказать и вот сейчас будем солить вся икрянка идет вся с икрой ну все карасиков почистили я их уже промыл сейчас будем делать посолочью смесь буду говорить все на килограмм на килограмм карасика уже почищенных 50 грамм соли крупной 5-10 грамм сахара не больше карасик и так уже сладенький мясо сладковато чисто для как консервант чтобы сахар был и для плотности рыбки чтобы рыба была плотная красный жгучий перец 1 грамм паприка 2-3 грамма на килограмм паприка сладкая чеснок молотый сухой 1 грамм на килограмм и 1 2 грамма на килограмм бадьян вот звездочка вот надо от этой звездочки вот одну вот эту веточку одну две веточки не больше на килограмм если нету бадьяна то соответственно можно это все гвоздикой заменить просто растолкем его много его не надо будет слишком ароматно сюда же и кориандр тоже растолоченный в ступке 3 грамма на килограмм смесь перемешиваем хорошенько чтобы все специи равномерно разошлись по всей рассказать посолочной смеси все теперь приступаем непосредственно к засолке берем засолочную тару берем карасика 1 и посолим его так засыпаем к для посолочной смесью распределяем на всех карасиков и 1 2 карасик так следующий ложим чешуей вниз чтоб было покрыто все чтобы не было открытых частей посолочной смеси чтобы рыбка была вся закрыта хорошо просолилась какая красота все сейчас вот это все отправляем без всякого пресса без ничего рыбка будет естественно просаливаться прохладное место температура должна быть но не более 10 градусов прохладное место но он балкон лоджия подвал холодильник кто как куда но температура желательно что было не более 10 градусов на одни сутки через сутки продолжим его готовить прошло ровно 24 часа как мы засолили карасиков среди какая красота аромат стоит прям обалденный бомбически сейчас мы что делаем вот сейчас все мы промываем хорошенько ледяной водой раз пропитался всеми специями всем вот этим ароматом сейчас хорошенько при промываем ледяной водой чтобы смываем все эти специи и заливаем ледяной водой вода их карасика буквально еще на 30 минут чтобы они чуть-чуть вымочились прям чуть-чуть прям подмать вымочились потому что он сейчас будет пересолены чуть-чуть пересолены и нам надо его вымочить идем промывать и заливать ледяной водой вот так вот мы их оставляем в ледяной воде на 30 минут аромат и специи все останется в рыбке нам сейчас просто надо убрать лишнюю соль она будет малосольная все 30 минут буквально в ледяной воде воды при вымачивании в 3-4 раза больше чем самих самой рыбки самого карасика все оставляем на 30 минут прошло 30 минут видите вода темная стала так побелела вот он карасик все лишнее конечно мы уберем все это некрасивая все сейчас мы выкладываем стеклет чтоб так хорошенько красота аромат остался тот же самый все на ароматное вкусно и выкладываем на противень на салфетке выкладываем карасиков соответственно влагу мы сейчас еще салфетка уберем и вот так вот будет еще полежит чтоб соль перераспределилась буквально еще минут 30 40 вот здесь поверхностно там еще соли как бы ушла и на а внутри еще раз как бы соль осталась сейчас надо ее нашел перераспределить по всей рыбке именно чтобы так вот она полежала минут 30 а потом отправлю все это вялку если карасика вялится в швс вялиться они будут буквально сейчас два часа их обдую полчасика они еще просто повисят с отдыхом и потом еще часик обдую и все и они будут поднялины для копчения готовы галли также буду швс и от компании москит начинаем вялку температура вялки 22 25 градусов я мне вот вдруг так можно сказать из карелии роман друг уже познакомства через по интернету прислал такие от проточки перемычки их так диаметр их шестерка шестерка вот здесь ответь так заточена чтобы он не крутился на шампурах вот так вот она ложится все кладется и соответственно сверху шампур вот так вот здесь расстояние у них вот они загнуты вот так вот пруток нержавейка и соответственно можно продукт вешать по центру убирать те шипы центральные и можно продукт вешать по центру и коптить и вот такие крючки сделаны из двойки про проволока двойка пруток тоже с нержавейки очень удобная штука кость возможно можете сами сделать все и вот так вот все она будет коптиться вот вы видите можно также вот по верху сделать ну и как увеличиваем объем загрузку по верху повесить что-то мелкая коптиться а соответственно потому здесь вот на шампура вот так вот все остальное повесили в птице сверху будет мелочь коптиться там килька мой вот что такое и соответственно вот здесь вот все будет коптиться уже более крупная имду в рамках сам непосредственно вставлена а так вот удобно курочку повесить объемный кусок мяса килограмм пять повесить очень удобно спасибо тебе роман очень все практично для москита сама то ну все друзья прошло время выключаем белки карася какой красивый блестящий среди аж переливается весь всем подвяленный как раз для копчения ну все перевешиваем в коптильню и начинаем коптить вот карасиков повестили в коптильню электростатическую там еще рыбка висит задвигает проверяем все расстояние ничего нового все как обычно проверяем работу электростатики также ниточкой все это можно проверить коптить буду на ольхе сто процентов ольха температура копчения 22 25 градусов закрывает я нагрев зольника включаю кнопку дым закладываем дровишки дым пойдет когда хорошо начинаем включаем холодное копчение все поехали вот так вот она и будет у меня коптится все все нагрев зольника пошел дровишки заложены сейчас дым пойдет хорошо обильно включим соответственно вытяжку и холодное копчение закончили коптить я уже все отключил сам процесс именно копчения шел в течение часа не считая там розжига пока дым выходил через час она коптилась на лихе открываем там дым мог уже вышел нет еще не совсем почти вышел вот смотрим наших карасиков вот такие вот они золотые получились красота сейчас дадим их от висеться часов шесть первых швейси но не обдувать а просто не будет висеть там и и будем пробовать здесь еще щука у меня и так такая же золотая и здесь еще рыбка но друзья карасики готовы по оригинальному рецепту от игоря из казахстана еще раз ему огромное спасибо за такой вкусный обалдение рецептик я вот уже половинку съел не дотерпел но мы конечно не его сейчас любой берем и чистим разрываем его пополам чистится он очень легко шкуру убираем под пивкой сидеть смаковать такого карасика вообще обалденно вот он вот такой вот косточки вот эти вот так сказать можно сказать обсасывать вот оно мясо у него очень ароматная очень вкусная чувствуется и аромат и дымка и аромат специй обалденная рыбка костей по хребту которые вот когда рыба провялено все прокопчено приготовлено они даже не чувствуют а вот видите я ем их они не чувствуются и вода и не попадают сюда же вот это вкусно оригинальное по оригинальному рецепту от игоря из казахстана рецептик карасика копченого этот рецепт я беру в избранное всем приятного аппетита и до скорых встреч